В прошлую субботу, 17 декабря, на фортепианном отделе прошел конкурс. Конкурс юных пианистов. Программа конкурса была очень сложной. Дети исполняли полифонию и этюд. Что такое полифония? Это упражнение для ума. А что такое этюды? Это упражнение для пальцев. Из такой сложной программы справились немногие. Из 160 учащихся в нашем фортепианном отделе только 21 смогли дойти до финишной прямой и показать свои программы на конкурсе. И уже заодно за это жюри конкурса практически всех этих героических детей отметила кого-то за одно произведение, которое было лучше в программе. А те, кто два произведения сыграли на высокие баллы, назвали лауреатами. И сначала мы хотим произвести награждение всех наших детей. Итак, за участие в конкурсе награждается Чириута Ольга, третий класс. Класс преподавателя Горбунова Валентин Дмитриев. Не все дети после такого сложного конкурса даже дожили до концерта лауреатов. Награждается Рыжова Евгения, учащийся третьего класса. Класс преподавателя Асьмедгина. Ольга Николаевна. За лучшее исполнение этюда награждается Шамаева Ольга, учащая седьмого класса. Класс преподавателя Горбунова Валентина Питерина. За лучшее исполнение этюда награждается Дегтярева Елена, класс преподавателя Лебедева Ольга Николаева, третий класс. За лучшее исполнение этюда награждается Ястребов Денис, учащийся второго класса. Класс преподавателя Асьмедгина. Сейчас награждаются лауреаты, занявшие третье место. Награждается Путная Мария, учащаяся второго класса. Класс преподавателя Смирнова Елена Николаевна. Награждается Тихонова Варвара, учащаяся второго класса. Класс преподавателя Асьмедгиной Ольги Николаевны. Награждается Редионова Полина, учащаяся второго класса. Класс преподавателя Поляковой Марина Ивановна. Награждается Овчинникова Софья, учащаяся третьего класса. Класс преподавателя Асьмедгиной Ольги Николаевны. Награждается Ершова Анна, учащаяся третьего класса. Класс преподавателя Горбачева Елена Дмитриевна. Награждается Лисицына Артем, учащийся шестого класса. Класс преподавателя Лебедевой Ольги Николаевны. И третье место у седьмого класса Дорожкина Дарья. Класс преподавателя Ольги Николаевны Дмитриевны. Тоже заболел наш лауреат. Награждается лауреат 2-й степени. Передрухина Татьяна, учащаяся третьего класса. Класс преподавателя Самсонова Михаила Дмитриевича. Второе место у Ботовой Анастасии, учащаяся третьего класса. Класс преподавателя Павла Николаевна Татьяна Георгиевна. Второе место у Катеревской Анастасии. Класс преподавателя Горбунова Валентин Дмитриевна. Третий класс. Награждается раком Анастасия. Седьмой класс. Подошла. Молодец. Второе место в школьном конкурсе. Класс преподавателя Самсонова Михаила Ильича. А теперь награждается лауреатры первой степени. Награждается панина Анастасия, учащаяся четвертого класса. Класс преподавателя Сспокова Тамара Михаила. Занявшая первое место. Награждается Ширин Николаев, учащаяся четвертого класса. в класс преподавателя с фоколой Тамарой Михайловной. Награждается Беликова Мария, учащаяся пятого класса, в класс преподавателя с фоколой Тамарой Михайловной. Вот такой у нас обильный урожай. И сейчас мы бы хотели, чтобы вы все дети и все наши родители узнали, что 300 лет назад маленькие дети-музыканты учили произведения Баха, что и 200 лет назад все великие композиторы и музыканты росли на стюлях черни, и вы продолжаете эти традиции. И сейчас вы немного услышите, конечно, о Бахе, потому что о нем можно говорить бесконечно, и немного услышите о композиторах, которые писали этюды. И все это будут иллюстрировать наши дети. Добрый вечер, уважаемые слушатели! Сегодня у нас необычный концерт. Дети очень старались готовить к этому конкурсу. Мы будем внимательными и доброжелательными слушателями. И потому я прошу проверить, выключен ли ваша мобильная телефон. С исполнения лауреатов конкурса вы услышите музыку разных композитов, обращенную ко всем, кто хочет обладать искусством игры на фрагопиано. Это словно письма из прошлого. Композиты словно говорить. Я помогу тебе играть грамотно, красиво, легко, свободно. Будь усерден, и ты достигнешь мастерства. Гениальный композитор Иоганн Себастьян Бах был скромным, трудолюбивым учителем музыки. Он писал музыку для органов, знаете, оркестра, камерных ансамблей, хоров. Сам прекрасно играл на струнных, духовых, орданях, клавеях. Он создал музыку для солирующих инструментов. Сегодня мы раскроем нотные тетради Иоганна Себастьяна Баха. Тетради, написанные для клавишных инструментов. Во время концерта вы увидите изображения старинных клавишных инструментов, как то клавесин, клавикорд, верджинал, чембала, спинер. Все их мы называем общим названием клавир. Бах не писал для фортепиано. Молоточкое фортепиано появилось в 1707 году, и о нем Бах, конечно, был наслышан. Даже пробовал играть на нем. Но инструмент с несколько суховатым и трескучим, как ему показалось, звуком, Баху не понравился. Он не так звонок в верхах, как клавесин, и не так нежен, как клавикорд. Этот выскочка никогда не сумеет вытеснить величественного клавесина. Такой приговор был вынесен только появившимся, чембала с молоточками. Или пиано-форте, как тогда называли нашим стокингом. Я думаю, что если бы Бах играл на современном фортепиано, на современных роядах, я думаю, у него была бы другая оценка. Начинающие пианисты знакомятся с нотной тетрадью Анны Магдалины Баха. Их было на самом деле две. В одной, в 1722 году, он записал танцевальные сулиты и фортиты. А в их другую тетрадь стала самым настоящим альбомом семейного, семьи Баха. Дело в том, что туда записывались ноты минуэтов, полонезов, маршей, парей, для обучения детей и для обучения самой Анны Магдалины, жены Баха. Она была очень старательной ученицей и достаточно преуспела в искусстве игры на клавиере. Сейчас мы услышим «Минует соль мажор», играет Родионова Полиня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Собрание сочинений для клавира Баха. И вот одно, один из томов этого сочинения было посвящено как раз маленьким прелюдиям. Вот один том так и назывался «Маленькие прелюди и фуги». В предисловии читаю. Цель сборника заключается в том, чтобы объединить в одном томе наиболее легкие обучающие сочинения Баха. На этих произведениях учится исполнять, слушать и слышать полифонию, непростую многоголосную речь. Бах говорил, нужно смотреть не на пёстрые ноты, а на говорящие звуки. Композитор был знаком с риторикой, увлекался искусством красноречия и в музыкальном исполнении требовал произношения правильного, чистого и красивого. Мы сейчас услышим маленькую прелюдию домино. Иоганна Себастьяна Баха. Играет Тихонова Варя. Играет Тихонова Варя. Играет Тихонова Варя. Играет Тихона Баха. Играет Тихонова Варя. 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 Играет Тихона Баха. Играет Тихонова Варя. 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 Играет Тихона Баха. Играет Тихонова Варя. 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 Играет Т Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 и более 800 сборников этюдов. Так что тот, кто начал играть в Черни, пусть не думает, что с окончаниями сборника эти этюды закончатся. Их 800 штук. Так что все впереди, все переиграть необходимо, наверное. Прекрасный пианист, ученик Бетховена и Клементи. Он не случайно, Бетховен доверил ему первое исполнение своего третьего фортепианного концерта. Карл Черни – всеобщий учитель фортепианной техники. Он считался в Вене одним из лучших преподавателей фортепиана. Он начал преподавание в 14 лет, и многие считали за честь учиться у Карла Черни. Ференс Лист с благодарностью вспоминал своего учителя. И мы благодарны Черни за его этюды, которые делают наши пальцы сильными, ловкими, а уши – требовательными. Надо сказать еще об одном человеке, имя которого произносится с фамилией Черни на одном дыхании. Это композитор, пианист Генрих Гермер. Он автор книг об обучении игре на фаре пиани, множество пьес и этюдов. Он подготовил к печати произведения Баха, санатик Бюдховена, произведения Шумна, Шубарда, Чайковского и, конечно же, этюды Черни. Итак, Черни. Гермер, этюд номер один, играет Кутная Маша. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Черни Герберг, этюб номер 32, играет Перетрухина Татьяна. КОНЕЦ КОНЕЦ Играет Катилевская Настя. Она исполнит этюб Карла Черни в редакции Гербера, этюб номер 5. КОНЕЦ 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 Играет музыка 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 Артюм. 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 Ну а завершит наш концерт исполнение этюда Иоганна Баптиста Крамера, известного пианиста, виртуоза, композитора, ученика Клементи, автора 105 санат для фортепиано, концертов, дуэтов для фортепиано и арфы и многочисленных этюдов. Итак, Крамер, этюд номер 19, играет Ширин Николай. Крамер. Крамер. Сейчас я хочу пожелать всем участникам успехов новых конкурсов. Мне хочется пожелать новым участникам новых ближайших конкурсов, тоже таких же больших, замечательных успехов. Хочется видеть новых детей на наших сценах в следующий раз. Я надеюсь, наш конкурс будет более многочисленным и не менее качественным. Желаю всем успехов. Всего вам доброго. До свидания.